добрый вечер шавуатов в эти дни вас все пугают коронавирусом как-то очень вырос целом мире гриппа вирус 34 ширится растет заболевание помните если хилы сразу в гроб сохранить здоровье чтоб и так далее применяйте люди обтирания но я не прав я вас буду пугать и у меня есть предложение как бороться с коронавирусом и вообще с заболеваниями как многие из вас считают правильный способ борьбы с этим самым вирусом всех нас закрыть дома закрыть дома штрафовать за выход не по особой нужде правильно да так вот давайте тогда договоримся что этот вирус пусть будет с нами не два месяца каких-то давайте договоримся вот о чем я считаю что двух месяцев будет мало нужен карантин на два года как минимум как минимум на два года карантин теперь смотрите коронавирус которым успешно боремся сегодня от которого скончалась на сегодняшний день 64 тысячи но это менее двух процентов в этом году от общего числа смертей из-за инфекционных заболеваний смотрим worldmeters.info вот пожалуйста инфекционные заболевания в этом году от различных инфекционных болезней уже скончалось 3 миллиона триста семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто человек вот на сию секунду так показывает мировая статистика то есть девяносто восемь и два до 50 раз больше даже больше чем 50 больше людей умирает от других заболевания поэтому почему мы боремся только с коронавирусом давайте вообще всех к чертовой матери закроем раз навсегда всех закроем дома ну так же лучше всего кроме того кроме того особенно важно стариков вообще изолировать просто вот как помните в израиле бомбоубежище надо обнести все какой там клеенкой стариков всех завернуть сразу в клеенки и конечно пусть они пару лет поживут в противогазах старики на тем кому за 80 это очень полезно для дыхательной системы чтобы они не подцепили какого тут вируса какой инфекционной болезни чтобы не подцепили надо действовать системно вообще-то конечно если это два месяца надо умножить на 50 давайте сразу договоримся что будет 100 месяцев карантин 100 месяцев карантин всех под карантин никто не выходит из дома до правительства будут выдавать боевые пайки армейские производство будет налажено в китаю а там отдельно запустят для израиля кошерную линию конечно в китае будет также кошерная линия обязательно там будет сидеть несколько представителя равената не будут следить за этим другим не обязательно кошерная будет некошерная то есть давайте требовать от наших правительств чтобы нас всех закрыли как минимум два на два года желательно чтобы вообще это было на сто месяцев чтобы все заболевания мы с вами таким образом принесли при карантине чтобы был карантин чтобы из дома чтобы не мы не дышали свежим воздухом чтобы все люди с депрессией скорее бы кончались собой накладывали на себя руки выпрыгивали бы с девятых этажей как можно больше чтобы было чтобы старики умирали от тоски чтобы дети их естественно не навещали дальше то что сейчас происходит это что многие из вас поддерживают да то что многие из вас поддерживают давайте вот это сделаем только не на два месяца давайте сразу на два года а еще лучше на как я вам сказал как я вам сказал на 100 месяцев вы давайте попробуем то давайте попробуем на 100 месяцев пропорционально 2 умножим на 50 получаем 100 пропорционально все инфекционные заболевания мы с вами преодолели а то смотрите что творится коронавирус 64 тысяч жизни унес ну хорошо а другие заболевания кто будет бороться с этим отмерять смертность среди детей до пяти лет в этом году сколько детей скончалось в этом году миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч я смотрю это же да а кстати говорят что насчет спида спид четыреста тридцать семь тысяч с начала года всех срочно в скафандры закрываем на это время на два года всех в скафандры ну про рак я уже вообще не говорю про рак я уже не говорю малярия 255 тысяч кому это интересно а насчет вот смертей вызванных курением в этом году говорят миллион 300 и сейчас естественно умножится вдвое втрое я не знаю люди сидят дом курит самоубийство 278 тысяч с начала года вот давайте идти этим путем и мы тогда решим вообще демографическую проблему на нашей планете вот вообще людей запереть как в одиночную камеру всех и некоторые люди будут как-то управлять этим процессом голосование будет электронным голосованием избирать новых достойных представителей эгалитарно демократические обалдели совсем обалдели просто обалдели просто обалдели обратно в виду дальше видео